Особое мнение на 101FM Да, добрый день. Добрый день. Как нас слышно? Все отлично. Слышу вас отлично. Спасибо большое. Вот коронавирусные ограничения и ситуация с заболеваемостью коронавирусом не дает нам встретиться вживую, как я понимаю, не получается. Более 400 случаев зафиксировано заболеваемости в Кирове за сутки. Это небывалая цифра, потому что максимум, который фиксировался за все два года пандемии, это 270 случаев, если я верно помню, если верно почитали коллеги. То есть, ну вот такая ситуация, Алексей. Ну, действительно, ситуация сложная, но я бы сказал и сделал бы отметку на следующем. То, как соблюдаются коронавирусные и антипандемийные ограничения у нас в Кировской области. Вы знаете, ни в торговых центрах, ни в местах общественного пользования, ни даже уже в общественном транспорте все реже и реже наблюдаю маски, все реже наблюдаю так называемую социальную дистанцию, если она когда-нибудь в Кировской области соблюдалась. Да, действительно, темпы вакцинации населения растут. Люди осознанно прибегают к вакцине, понимают, что на сегодняшний день пока это единственный способ хоть как-то ограничиться и сберечь свое здоровье и здоровье своих окружающих. Но, тем не менее, само поведение жителей Кировской области вызывает вопросы, почему сами люди не соблюдают эти ограничения, а потом сами страдают в очередях в поликлиниках, в очередях на КТ и так далее. Ведь это все звенья одной цепи и жители Кировской области сами виноваты в том числе такому неблагоприятному развитию сценария событий. Да, Алексей, вот вопрос. Ну, то есть люди не соблюдают меры, потому что их не заставляют их соблюдать? Ну, то есть вот история с вакцинацией и с введением QR-кодов, она же показала. То есть когда предпринимается какой-то шаг, который людей заставляет что-то делать, они это делают. Если нет шагов по масочному режиму, если нет ужесточения, если нет штрафов, если нет наказания, если не говорится об этом ничего, а власти продолжают проводить и участвовать в каких-то там, в том числе и массовых мероприятиях, то о чем можно говорить? Ну, вы знаете, вообще в нашей стране, да и, наверное, в любой стране мира, любые запреты вызывают ответную реакцию. Чем больше запрещаешь, тем больше людям хочется это нарушать. И мне кажется, что ни одними запретами необходимо выравнивать эту ситуацию, необходимо какие-то другие рычаги, какие-то другие меры. И самая главная мера, чтобы россияне, жители Кировской области поняли, что все эти коронавирусные ограничения, все, что вводится государством, правительством Кировской области на местах, все это связано, прежде всего, с заботой о здоровье и об экономике. А экономика бьет по карману каждого человека. Вот давайте я вам пример такой приведу. Вот буквально последние три месяца я дважды всей семьей бывал в Турции на отдыхе и наблюдал за тем, как там соблюдаются коронавирусные ограничения. Так вот, честно вам скажу, я не увидел ни одного человека, россиянина, ни одного вообще человека в аэропорту, кто бы не одевал маску, кто бы не соблюдал социальную дистанцию. Во всех отелях, магазинах, торговых центрах, местах общественного пользования и уж тем более общественном транспорте в Турецкой республике соблюдаются коронавирусные ограничения. То есть там люди более сознательные или там все-таки власти более жестко поступают с теми, кто не соблюдает? Я-то просто пытаюсь к тому подвести, что не пора ли нашим руководителям области города уже начинать шевелиться и что-то делать, возвращаться к каким-то ограничениям или нет? Так, у нас ощущение такое, что пропал наш спикер со связи. Я прошу звукорежиссера подключить Алексея, попробовать Кузьмина основа, не понимая, что произошло. Да, Алексей Кузьмин, предприниматель и депутат. Да, Алексей? Алло? Так, а вот сейчас слышно меня? Теперь да, не знаю, что произошло, но был обрыв связи. Да, ну вот она, современная связь, не дает спокойно пообщаться с людьми. Да, Алексей, я не знаю, слышали вы мой вопрос или нет. Значит, вопрос следующий. Вы привели в пример Турцию как страну, где в том числе российские туристы соблюдают все санитарные меры, носят маски в общественных местах, стараются соблюдать социальную дистанцию. Мой вопрос в следующем. Все верно. Это наши туристы более сознательные, это турецкие граждане более сознательные, и глядя на них, россияне, не знаю, испугавшись, тоже надевают маски, да? Или же все-таки власти Турции более жестко себя ведут? Мне кажется, вот этот последний вариант, что наши российские туристы, насмотревшись на то, как исполнительно выполняют требования правительства турецкие граждане, надевают маски и соблюдают социальную дистанцию. И я наблюдал за тем, как только россияне выходят в аэропорту Шереметьево, Внуково и так далее, моментально снимают эти маски, и абсолютно все Внуково без единой маски на лице. Ага, понятно. Но вот все-таки вопрос я оставляю. Наши власти, они должны, кировские, я имею в виду сейчас, подумать над тем, чтобы возвращаться к каким-то ограничениям, потому что пока ощущение такое, что всем все равно. Как-то забыли вообще про коронавирус. Да, действительно, уже почти два года идет пандемия, уже почти два года вводятся различного рода ограничения, потом они снимаются, потом опять вводятся. И жители Кировской области, мне кажется, уже действительно поняли, что никто не будет следить за исполнением вот этих ограничений и за нарушениями... Следовательно, незачем соблюдать, раз никто не доказывает. Следовательно, незачем наблюдать. Но в то же время ограничивать и запрещать бесконечно нельзя. И поэтому я не знаю, какой рычаг, какой инструментарий предложить для решения этой проблемы, но тем не менее, насмотревшись на иностранцев, я понял, что иностранцы все-таки соблюдают коронавирусные ограничения и ведут себя послушно, и все-таки выполняют те просьбы, которые их просят санитарные власти и их стран. А россияне, к сожалению, уже, если жаргонно выразиться, то уже подзабили на эти коронавирусные ограничения. Алексей, ну вообще, там история-то такая, что каждый день прибывает количество заболевших, и действительно цифры не бывало и по стране, и по России, да. 63, по-моему, тысячи случаев в целом по России было выявлено за сутки. Это тоже больше, да, чем обычно бывает. Ну, так и есть, да. Ну, как-то уже надо, наверное, какие-то решительные меры принимать. Почему не принимают-то их? Точно так же и нагрузка на медицинские и социальные учреждения точно так же в несколько раз опять вырастает. Вот у меня знакомая побывала в очереди в поликлинике на КТ, и, знаете, кабинеты КТ работают до 12 часов ночи, и минимальная очередь 20-30 человек. Вот и посчитайте, сколько человек в день проходит на КТ лишь в одной поликлинике, в одном кабинете. Сколько таких очередей по стране, это значит, что у людей есть потенциальная симптоматика коронавируса. Это значит, что те цифры, которые показывают официально, там порядка 300-400 человек в день, это всего лишь официально подтвержденные заболевшие. А сколько людей, которые с симптоматикой, кто не обращается и кто официально не подтверждает свой коронавирус, я думаю, эта цифра еще больше, чем мы слышим по новостям. Так, я все-таки дожму. Я прошу прощения, Алексей, вы не отвечаете на вопрос. Почему власти Кировской области не предпринимают никаких резких шагов по введению ограничений, учитывая ту статистику, которая есть официально, и еще более печальную, и, как мы предполагаем, неофициально? Я думаю, что речь идет не сколько о наложении дополнительных запретов, штрафных санкций и так далее. Я думаю, что все-таки необходимо перенимать опыты и других регионов, где есть какой-то другой инструментарий. Мне кажется, тотальные запреты тоже ни к чему хорошему не приведут. Поэтому и каких-то резких шагов мы от правительства не видим. А в том числе, мне кажется, что в том числе проявляется таким образом некомпетентность кировского правительства и незнание, какие дальше шаги предпринимать. Понятно. То есть в некоторой растерянности люди пребывают. Через два года после начала пандемии. Вот это слово вы правильно подобрали. Некоторая растерянность перед лицом такой глобальной угрозы. С ума сойти. Пора бы привыкнуть уже как-то, вот алгоритм какой-то разработать. За два-то года. За два-то года, да. А такое ощущение, что все просто там переложили всю ответственность на граждан, которым сказали, идите-ка, вакцинируйтесь, и все. Организовали работу службы здравоохранения, да? Ну вот, типа, у нас же есть врачи, которые оказывают вам помощь. Ну и все. А больше мы не хотим никаких решений принимать. Ну да. Ну и тем более даже вакцина не является надежным счетом от коронавируса. Потому что есть масса примеров, кто, переболевшие коронавирусом, были для этого вакцинированы. И у меня таких знакомых немало. Но, тем не менее, вакцина, по крайней мере, облегчает последствия болезни. Это 100%. Вот все мои знакомые, кто прививался вакцинами и кто переболел коронавирусом, все говорят одно и то же. Перенесли все на ногах с признаками легкого ОРВИ. Легкого недомогания. В таком случае, Алексей, про вакцины вопрос. Уже поступает в Кировскую область вакцина «Спутник М». Она предназначена для подростков от 12 до 17 лет. Могут сделать прививку люди. Андрей Черняев об этом сообщил, министр здравоохранения нашего региона. Я хотела вас спросить, вот просто прогноз. Как вам кажется, кировчане насколько охотно будут прививать детей своих? Мне кажется, все уже поняли. И то время прошло, когда было серьезное недоверие к нашей вакцине, что разрабатывалась она в короткие сроки, что насильственно правительством навязывается вакцинация. Я думаю, люди смотрят новости. И Евроньюз иногда, может быть, включают и смотрят, что за границей происходит. Что в Италии, в Бельгии, в Голландии, в Германии уже для лиц старшего возраста и уже для сотрудников государственных учреждений и предприятий вводится обязательно вакцинация. что это проблема не только в нашей стране, что и для подростков вводятся специальные вакцины, и также люди массово выстраиваются в очереди на эти вакцины. Я думаю, что все-таки люди получают эту информацию и начинают более-менее осознавать, что вакцина на сегодняшний день, еще раз повторяюсь, это единственный хоть какой-то аргумент для того, чтобы переболеть, что называется, на ногах с легкими симптомами, а не попасть в реанимацию. Поэтому я думаю, что жители Кировской области охотно воспримут эту молодежную вакцину и все-таки осознают те риски, с которыми сталкивается их ребенок. То есть вам кажется, что не будет противодействия со стороны родительского сообщества вакцинации подростков, даже если будут очень уговаривать? Я думаю, что нет, потому что на сегодняшний день я не слышал об обязательной вакцинации. Говорят, что она будет добровольной, да. Но у нас и для взрослых вакцинация добровольна. Что для взрослых, что для подростков, поэтому я не думаю, что будет какое-то жесткое сопротивление. Хотите, вакцинируйтесь, хотите, нет. Хотите, вакцинируйтесь, не хотите, мы вам QR-код не дадим. Вот примерно так. Или хотите, в реанимацию можете полежать. Место хорошее, окна большие. Ну, то есть это такая палка о двух концах, где родители самостоятельно должны принимать решения за себя и за своего ребёнка. Хорошо. Я напоминаю только, что у нас сейчас, вот на настоящий момент, учащиеся 195 классов из 50 школ в Кирове, это только город, переведены на дистант в связи с тем, что у них в классе превышен эпидпорог по коронавирусу. И, честно, я не знаю, не нужны ли уже какие-то меры, ну, стимулирующие, скажем так, необязательные, а стимулирующие к вакцинации детей и подростков. Может быть, стоит над этим подумать. Мне кажется, главный стимул – это здоровье своего ребёнка. Понятно. И не надо никаких стимулов. Надо просто рассказать родителям, что вакцина безопасна, что она защищает детей от тяжёлых последствий. И я думаю, родители сами, взрослые все люди, сами принимают самостоятельные решения. В общем, противодействия родительского сообщества вы не ожидаете? Я не думаю, что оно будет. Я хотела увязать ситуацию с тем, что наши власти не вводят каких-то драконовских мер в связи с ростом заболеваемости по коронавирусу, с грядущими выборами губернаторскими и выборами в городскую думу. Но я не знаю, ещё достаточно много времени до сентября, насколько связаны две эти вещи, как вам кажется? Я вообще считаю, что всё, что связано с такими глобальными вопросами, которые негативно сказываются на действующей власти, всё прямо или косвенно связано с будущими выборами. И неважно куда, в Госдуму, президента, губернатора, городскую думу, ЗАГС собраний, неважно. К сожалению, в России в последнее время всё очень тонко переплетено с политикой, и больше всего на свете, чего не хотят действующие политики, действующие власти, это огорчить собственного избирателя. Ну, огорчить, имеется в виду, перед выборами. Во время предвыборных интервалов можно делать всё, что угодно. Можно принимать законы об увеличении пенсионного возраста, можно монетизировать льготы, можно увеличивать транспортный налог, можно НДС увеличивать, всё, что угодно. Но в непосредственной близости от крупной избирательной кампании никакой из политиков или групп политиков, политических партий не хочет рисковать своим рейтингом перед грядущими выборами. Может быть, может быть, в Кировской области ввиду будущей осенней кампании, власти умышленно не накаляют обстановку, умышленно не нагнетают вокруг себя негативный информационный фон. Но это, по-моему, не только в Кировской области происходит, это, мне кажется, происходит много в каких регионах. Я хотела вас спросить. Вот смотрите, ряд экспертов в телеграм-каналах пишут уже о том, что предвыборная кампания началась, потому что как минимум на губернаторский пост, потому что сразу два события произошло в минувшие выходные. С одной стороны, мы все прочитали на портале Moscow Post статью, которую, говорят, окрестили, я не знаю, вбросом, не вбросом, против Александра Чурина. Она направлена председателем правительства. С другой стороны, в выходные на канале «Россия-24» вышел фильм про Кировскую область, который рассказывается об успехах нашего региона. Ну вот, борьба началась. Это так или нет? Или это просто такая история, на которую не стоит обращать внимание? Я бы больше назвал это мышиной возней, что с одной стороны, что с другой стороны. С одной стороны, проплаченные люди, пишущие в телеграм-канале, в нескольких наших пабликах в Кировской области. С другой стороны, оплаченные с бюджетом, непонятно для какой аудитории, ролики. И с одной стороны оплата, с другой стороны оплата. Чем отличается заказуха эта от той заказухи? То есть вы и то, и другое считаете заказным материалом, да, я так понимаю? Ну, безусловно, конечно. Мы же живем в информационном поле, которое не существует без финансов. Никакие «Москово-Пост», никакие наши издания в большинстве своем, никакие, тем более, федеральные издания без денег, ничего не снимают, не показывают, не пишут, и никаких там сигналов никому ничего не посылают. Все оплачивается. Вопрос только в том, из каких бюджетов, из каких фондов, наличкой, безналом, из бюджета, госдокупкой, как угодно. Но это все оплачивается. Поэтому в этой ситуации рассматривать вот эту мышиную, подковерную возню между представителями всего лишь двух противоборствующих сторон, а я бы даже назвал двух противоборствующих людей, господина Чурина и Шихова и же с ними. Ну, мне кажется, это неинтересно, это не политическая дискуссия, это не политическая интрига, и это точно не противостояние политических позиций, или там политических партий тем более. Так, подождите, вы про господина Шихова сказали... Я думаю... Да, Алексей, вы имеете в виду Михаила Шихова, депутата городской думы? Ну, я почему-то уверен, более чем уверен, что это правдивая информация. Но, тем не менее, я призываю жителей Кировской области акцентировать свое внимание на политическую борьбу и противостояние политических партий, действующих политических партий. Есть депутаты от этих политических партий, есть представители этих политических партий, есть политические заявления, есть политическая дискуссия между этими партиями. А все, что вот эти вбросы, оплаты, проплаты, заказухи на телевизоре, в газетах и так далее, это все... это не политическая борьба и точно не предвыборная борьба. Так, подождите, а вот тут, между прочим, в Телеграм-каналах пишут, да, про то, что фильм, который вышел на Россию-24, это показатель того, что Игорь Васильев идет на второй срок, губернаторский. Что ему согласован уже этот поход. Это слишком громко сказано о том, что какой-то сюжет на каком-то там из каналов является показателем чего-либо. Я думаю, что это не сигнал, это не показатель, это один из информационных материалов, который выходит десятками каждый день. И акцентировать на каком-то видеоролике о Кировской области, я думаю, что не стоит внимания. Лучше надо акцентировать внимание на количество инвестиций, которые предприятия вкладывают в Кировскую область. Вот это другая цифра, на которую надо обращать внимание. И все остальные там сюжеты, статьи и так далее, они меркнут перед вот этой цифрой. А какая цифра? Она хорошая или плохая? Крайне низкая? Она очень плохая. По сравнению с другими регионами, она очень низкая, очень плохая. И не стоит ей хвастаться, поэтому ни в одном информационном ресурсе публично массово эту цифру вы не найдете. Да, Алексей, подождите. Вот все-таки это две разные, мне кажется, вещи. То есть вот инвестиции – это реальная такая жизнь, реальное положение дел. А фильм, который показали на всю страну, это немножко другое. Это все-таки вот про информационную политику, про пиар и еще про что-то. Вот тот факт, что появились, например, билборды с фотографией губернатора перед Новым годом, поздравляющих кировчан с Новым годом и Рождеством, тоже ведь трактовали в телеграм-каналах как показатель начала предвыборной кампании губернатора Васильева. Вот это можно трактовать как угодно. Во многих регионах такая ситуация складывалась перед уходом губернаторов, когда пытались показать заслуги уходящего губернатора, который уходил либо там на повышение, либо на другие должности. Поэтому трактовать подобного рода информацию можно двояк. Я ни в коем случае не хочу гадать на кофейной гуще, там уйдет Васильев, не уйдет. Если честно, мне это не сильно интересно. Я просто говорю о том, что не нужно акцентировать внимание на таких мелких вещах. Есть гораздо более крупные вещи. То, о чем мы с вами говорили, это ситуация вокруг ковида и действия правительства, или там бездействия правительства, ситуация с инвестициями предприятий в основной капитал и так далее, инвестициями из других регионов, из-за границы и так далее. Вот это гораздо важнее, интереснее и показательнее, и является гораздо более убедительным сигналом, нежели какой-то там двухминутный ролик на Россия-24. Да, Алексей, подождите. Значит, вот смотрите, а в таком случае история и вот эти вот все... Слово пляски говорить не хочется, конечно, да? Ну ладно, все дискуссии вокруг прямых-непрямых выборов мэра, которые постоянно возникают в преддверии других каких-то выборов у нас, это тоже получается предвыборная такая история или нет? Или все-таки это последовательно сторонники прямых выборов всенародных и одноглавия городской власти пытаются свой вопрос продавить? У меня ощущение, что это все-таки отчасти предвыборная история. Именно в конце, что вы сейчас сказали, это именно, скорее всего, именно так и есть, потому что это последовательная позиция, она не родилась в бухте-барахте, ни перед какими там выборами она не рождалась, это последовательная позиция представителей нескольких политических сил в регионе, и которая последовательно отстаивается. И то, что она сейчас запустилась перед выборами, ну за год, можно сказать, до выборов, это не случайно, потому что впереди выборы в городскую думу, в тот самый парламент, который по действующему законодательству будет избирать там главу города. И не случайно, что эта информационная повестка появилась именно сейчас. Потому что когда, не как сейчас, изменять действующий уклад жизни, и менять это, наконец, двоеглавие, двоекрылья, или как угодно это можно назвать, когда один человек не отвечает за действия другого, и когда другой человек, не имея толкового функционала, выполняет этот функционал соседнего товарища. Это мы про главу города сейчас и главу администрации говорим, да? Все правильно. Глава города, глава администрации, совершенно ненужные две должности, которые необходимо объединять в одну, и эта должность должна замещаться выборно. То есть жители города Кирова должны выбирать своего городоначальника. Они, как сейчас, из числа депутатов городского, главу администрации, избирают вообще непонятно созданную комиссию из десяти человек, пять из которых губернаторских. Это в корне неправильно. Это абсолютно неправильно, некрасиво, неверно и уж точно неэффективно. Да, значит, на этой неделе законопроект о прямых выборах, всенародных прямых выборах и отсутствии двуглавия рассмотрит законодательное собрание. Насколько я поняла из эфира на прошлой неделе, все-таки решили пока вносить в одном чтение, а не в двух. Но вот вопрос про то, что этой темой пользуются в предвыборных целях, он Алексея остается, потому что изначально, я так понимаю, шла эта инициатива от депутатов «Справедливой России» и ЛДПР, потом подключились к этой инициативе партия и «Новые люди», и они до сих пор говорят, что мы будем этот вопрос продвигать. Вот ощущение такое, что каждый все-таки немножко в своих интересах это использует, нет? Нет, это так и есть. Мы же говорим о предвыборной борьбе, о политической борьбе и о политической дискуссии. Да, действительно, представители разных политических партитров, партии либо поддерживают, либо не поддерживают идеи начинания своих коллег. Поэтому ничего криминального я не вижу. Это нормально. Ничего криминального в этом не вижу, что в качестве предвыборного посыла запускается вот такая инициатива. И если она будет поддержана, а я вас уверяю, в рядах «Единой России» тоже не все так гладко. И не факт, что там будет единогласное голосование против этой инициативы. Возможно, будет и голосование за эту инициативу. И есть вероятность, что эта инициатива будет все-таки поддержана на ЗАГС собраний. И если это будет поддержано, то, безусловно, политические партии, кто это инициировал, кто это продвигал, будут получать свои политические очки. Что в этом плохого? Ничего в этом плохого не вижу. Ничего в этом плохого не видит Алексей Кузьмин. Мы сейчас уйдем на рекламный перерыв и вернемся через полторы минуты. Алексей, пожалуйста, не отключайтесь. Особое мнение на 101FM Предприниматель, депутат Кировской городской думы 5-го созыва Алексей Кузьмин с нами сегодня в особом мнении. Удаленно на связи. Алексей, добрый день еще раз. Еще раз добрый день. Да, ура, мы друг друга слышим. Замечательно. Да, все-таки продолжая тему прямых-непрямых выборов мэра и законопроекта, который внесен в законодательное собрание, будет рассматриваться на этой неделе в первом, как я понимаю, чтении. Алексей говорит, что, возможно, за него проголосуют в том числе и представители Единой России. И здесь у меня вопрос. Вот эфир, который мы делали в четверг с участием депутатов законодательного собрания Дмитрия Русских, Владимира Костина и Романа Береснева. Он лежит на нашем сайте. Его могут послушать все желающие. В этом эфире прозвучала, ну вот мне кажется, одна из очень важных, очень правильных мыслей. А есть вообще люди, которые готовы будут взять на себя такую ответственность? То есть мы вот бьемся вокруг этого законопроекта о прямых выборах мэра. Может быть, это интересно избирателям, но интересно ли это тем, кто будет заявляться на этот пост? И будут ли вообще эти кандидаты? Учитывая меру ответственности, да, и, скажем так, кадровый, и человеческий, и деловой потенциал этого кандидата, может быть, ему в бизнесе интереснее работать? И безопаснее? Вот, к сожалению, этот вопрос очень важный и актуальный. И, к сожалению, на сегодняшний день я такую даже фигуру предложить не могу и назвать не могу. На сегодняшний день не вижу такого человека, но просто потому, что не всех знаю, может быть, есть такой человек, но я его не вижу и не знаю. Я бы хотел сказать следующее, что вот, к сожалению, в Кировской области в последнее время многие, те, кто стремятся попасть в госуправление или в политику, больше идут для того, чтобы поддерживать свой собственный бизнес, а не наоборот, не привносить в политическое и государственное управление знания и опыт из своего бизнеса. И поэтому найти человека, кто имеет бизнес-образование, имеет бизнес-опыт, кто знаком с управленческими решениями, управленческими навыками, кто может привнести ноу-хау, что-то в городское управление. Очень тяжело такого человека найти, кто бы не сказал, а зачем мне это надо и какую выгоду из этого я привнесу. Зарплата у... Алло-алло? Да-да, Алексей, я здесь. А, да. Да-да-да. Я думал, оборвалась. Зарплата главы администрации на сегодняшний день со всякими надбавками, прибавками и так далее порядка там 250 тысяч рублей, что, ну, немало с одной стороны, но с другой стороны, если мы говорим об опытном бизнесмене, управленце, да, который имеет серьезные навыки, цифры это маловато. Поэтому здесь речь должна идти о том, чтобы стимулировать, в том числе финансово, увеличивать эту цифру до такой степени, чтобы был найден топ-менеджер, топ-управленец, который может из бизнеса принести хорошее в политику, а не наоборот. Да, и чтобы у него еще карт-банш был на какие-то его действия, чтобы не стояло у него под дверями прокуратура и следственный комитет, да, ожидая промашки и возможности возбудить уголовное дело какое-то. Потому что никто не хочет, мне кажется, рисковать свободой своей. Я бы еще сказал, чтобы не стоял представитель финансово-промышленной группы, действующей в Киевской области. Ага, понятно. Алексей, ну в таком случае мне вообще не ясно, зачем копию это ломать вокруг этого вопроса. То есть средств на то, чтобы увеличить зарплату сити-менеджера у нас, наверное, нет в бюджете, да и избиратель, мне кажется, не поймет это, да? Желающих очередь не стоит. Ну, во-первых, средства, это не такие страшные, как вам кажется, на первый взгляд. Во-первых, если объединить две должности, ну мы же в этой ситуации две штатные единицы, это во-первых. А во-вторых, если мы говорим всего лишь об одном человеке, а не целой плеяди и когорте управленцев, то, мне кажется, цифра достаточно для того, чтобы потянуть городскому бюджету. Ага. Ладно, я еще хотела спросить про один предвыборный ход, как мне кажется, но это уже очень коротко. Газета «Репортер» написала о том, что ряд депутатов городской думы собирается на ближайшем заседании, оно 26 числа пройдет, насколько я помню, вынести вопрос о... все-таки о том, чтобы наш аэропорт стал международным аэропортом, и из Кирова можно было летать за границу. Вот это, мне кажется, история вообще очень утопическая. То есть, это вот, ну, в чистом виде такой предвыборный бантик, нет? А почему? Нет. Я думаю, что эта идея абсолютно живая. То, о чем там пытаются настращать противники этой инициативы, что якобы это стоит колоссальных денег, что в Кирове не найдется столько людей, желающих наполнить самолеты за границу. Мне кажется, можно просто посмотреть трафик перелетов и трафик транзакций людей между московскими аэропортами и кировскими и посмотреть, что в большинстве своем идет перевалка, ну, во время летнего сезона отпусков. Вы говорите о том, что это будет востребовано. А, Алексей, а вообще? Это будет востребовано, это будет нормально, это будет цивилизованно, это свяжет Киров бизнес цепочкой, цепочкой отдыхающих, это будет комфортно для кировчан и так далее, потому что для любой семьи, живущей в Кировской области и желающей отдохнуть за границей, а, как вы знаете, за границей отдыхать у нас дешевле и лучше, значит, для любой семьи самый главный вопрос, как добираться до Москвы или до той же Казани. Вот это главный вопрос. Нигде мы будем отдыхать в Турции, в Египте, во Франции и так далее, а как мы будем добираться до Москвы. Не знаю, вот для моей семьи это, наверное, главный вопрос во время отдыха. И я думаю, что таких семей немало. Поэтому ничего не вижу страшного, неординарного и сильно дорогого для того, чтобы сделать Кировский и Победилово международным. Потому что взлетно-посадочная полоса позволяет садить широкофюзеляжный и среднефюзеляжный среднемагистральный самолет. Это абсолютно нормально. У нас, когда сдавали взлетную-посадочную полосу, во всех СМИ хвастались, что у нас могут Боинги любого размера садиться. Ну вот, пускай садятся любого размера. Вперед, да? Только сделайте. То есть вы не рассматриваете это как что-то неизбыточное. Вы считаете, что если заняться этим вопросом, то вполне себе реально? Это абсолютно реально. Если у власти есть политическая воля, если власти готовы заявляться в федеральные программы по такие серьезные проекты, я думаю, что эта инициатива реализуема. И очень много людей в Кировской области скажут спасибо тем инициаторам, кто это запустил. У нас две минуты с вами, Алексей, остается до конца программы. Я предлагаю вам выбрать. У нас на самом деле осталось три темы. Это транспортный коллапс, надеюсь, что рассосавшийся, потому что в пятницу уже были сообщения о том, что вроде нормализуется ситуация в сообщении с Нововятским районом. У нас есть снесенные рубленные елки возле памятника Кирову совершенно без предупреждения объявления войны и переименованная гостиница «Центральная». О чем вы хотите поговорить? Я могу кратко обо всем сказать. Давайте очень быстро. Переименование гостиницы это дело рук собственника этой гостиницы. Ничего не вижу страшного в названии «Черушин». «Центральная гостиница» или «Черушин» это абсолютно равнозначное название. Наоборот, увековечащая память архитектора и, естественно, это маркетинговый ход для того, чтобы сделать своего рода ребрендинг или ко-брендинг в данном случае. Поэтому, опять же, ничего страшного криминального в этой истории я не вижу. Второе, что касается транспортного коллапса, это возвращение к нашему первому вопросу. Это противостояние господина Шихова, который в свое время владел автотранспортными перевозками своего рода противостояние, которое напечатывается до сих пор. Это ведь не Шихов, Киров-пассажир автотрансу, людей не давал нанимать на работу. У нас с вами, как передача называется, особое мнение? Особое мнение, хорошо, Алексей. Своё особое мнение, да, и высказываю. Поэтому, в этой ситуации это все отголоски вот этой бесконечной мышиной возни, которая началась еще с транспортной реформы, началась с передела пассажирских перевозок, началась с мусорной реформы и передела транспортировки и утилизации такового. Поэтому все вот эти противостояния, вся эта мышиная возня сказывается, к сожалению, на жителях города Кирова и Кировского. Алексей? Так, опять у нас оборвалась связь. Да, вот сейчас слышно. Ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому все эти транспортные коллапсы, все эти покупки за миллиард автобусов, накачка обанкротившегося, можно сказать, предприятия неэффективного миллиардами, все это отголоски вот этого противостояния. Ни к чему хорошему для Кировской области, еще раз повторяю, это не приведет. Нам надо завершаться у нас 10 секунд про елки. Да, и последние елки, елки вырубили, это отвратительно, так делать нельзя. Елки стояли, никому не мешали, ни на кого они не падали, ни одного инцидента не было. Поэтому спилить их, я считаю, что это отвратительное решение теруправления какого там Октябрьского района или Ленинского, скорее еще. Ленинские, да, кто за них был в ответе. Поэтому я считаю, что тут никаких выводов, кроме как порицания Ленинского теруправления быть не может. Спасибо большое. Алексей Кузьмин, предприниматель, с нами был на связи. Мы особое мнение на этом завершаем и прощаемся со слушателями. До свидания. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok